Как же я оказалась в Барселоне? Вот это называется Таппо У них он называется вроде Понтумака Хочу поделиться с вами такой мыслью, что все-таки раньше я по-другому относилась к путешествиям Я думала, что да и одной в принципе хорошо Но есть люди, которые мне же мурашки по коже Открыли мне понимание того, что путешествовать вдвоем Хоть это и ущемляет в какой-то степени свободу, да Ты должен учитывать интерес другого человека Но все-таки для меня сейчас это, наверное, more interesting Потому что можешь не длить счастье с кем-то И это прекрасно Ну, если у тебя есть возможность побольше с одному, то почему нет? Мне акваланг нужен, бэйби Минуты с тобой это погружение Чёртовый рай, бэйби Где ты сверкаешь, как украшение Грубый бацар ловит груб над небом Давайте я вас немножко познакомлю с своей командой, с которой я сейчас путешествую Это Павел, работает на телеканале «Пятница» Ола! Ола! Прожил год в Барселоне Что ты хочешь? Шок-контент какой-нибудь, интересная информация Как попасть на «Пятницу»? Никак нет Запронировано на несколько лет берем, как на кладбище В Берселоне Это очень странно Для меня это очень странно Потому что это третий день, когда мы идем в Барселону Транкило, очень транкило, Кариня, очень транкило Спокойствие, спокойствие Почему ты выбрал Барселону? Самый солнечный, я думаю, ты это поняла, да? Да, конечно Где самые улыбчивые люди живут То есть ты не чувствуешь себя здесь в плохом настроении никогда Кстати, очень интересный такой факт То, что Шакира носит этот бренд И является, ну, не его лицом Но просто она его, как бы, носит и рекламирует, можно сказать, да? Частично И, кстати, она проживает сейчас в Барселоне Потому что она жена каталонского футболиста Пике Что это? Пойду кайдер Еще лайфхак от Барселонца, да? Смотрите Вообще все элементарно, на самом деле Шла я, шла и на эротический музей наткнулась Там, по-моему, стоит как будто бы Мерлин Монро Далее у меня был опять свободный час Я посетила знаменитый каталонский рынок Кто бы мог подумать, что рынок может быть достопримечательностью На самом деле это так Потому что на этом рынке там не только просто какие-то лавочки, да? Кстати, они очень красиво украшены Но и так же там можно посидеть Фрукты, соки Вау Блин, я хочу жить в Барселоне только ради вот таких вот наборов, посмотрите А, how much? Это очень странно Здесь прямо на рынке и мясо, и рыба И бар В Испании такая фишка, что там действительно люди пьют на завтрак, на обед Ладно, на завтрак не пьют На обед, на ужин, на перекус вино И для них это как вода Я пью очень редко Я очень к этому отношусь скептически И я не могу до конца принять ту теорию, что многие люди говорят Ну вот в Испании другое вино Это полезное вино Его даже полезно пить Это целая церемония, да? Вот никак-то не ложится мне в душе это И почему-то под моим мировоззрением, моим мышлением Мне кажется, это все просто, ну, придумано, да? Интересно ваше мнение по этому поводу По поводу алкоголя Пишите обязательно, я вам отвечу Но очень много симпатичных мужчин, честно вам скажу У меня разбегаются глаза Тут каждый второй очень красивый И половина из них, они очень сильно внимания обращают на девушек, да? Половина из них вообще не реагирует Вау Вау В каждом уголочке своя собственная атмосфера Я просто хожу по улицам здесь В таких местах хочется творить Сесть, начать рисовать, что-то писать, стих Не знаю, я в шоке от того, какая Барселона красивая и многогранная То есть у нее есть и порт, у нее есть и замки У нее есть и современная архитектура И я очень хочу вернуться сюда Я очень восхищена городом Если вы хотите побывать в разных уголках Испании за всего один час То вам в испанскую деревню Профессиональные архитекторы посетили более 1600 городов и деревень по всей стране И на основе отобранного материала на пространстве в 48 квадратных километров Были построены точные копии зданий из разных регионов Испании Мы сейчас находимся в Барселоне И они повторили здание, которое находится вот в этой части Испании То есть там похоже на... для меня это было похоже на Грецию, допустим, да? Если рассматривать это с точки зрения инстаграма, то это очень даже неплохо То есть вы можете сделать себе контент на месяц вперед И говорить, что вы в разных точках Испании побивали И люди будут думать, как вы успеваете так быстро перемещаться? Честно вам скажу, одним из самых ярких впечатлений от Барселоны для меня Стала ночная экскурсия по Дому Балью Вообще многие специалисты считают, что это здание, оно было новым этапом в жизни Гауди Потому что он вообще отошел от всех принципов построения здания Самое интересное, это что реально весь дом без углов И построен таким образом, что кажется, что дом сейчас поплывет вот так вот И прикольно было то, что можно было идти с телефоном И ты в телефоне, в наушниках, слышал, что происходит, что конкретно об этой комнате рассказываешь Потому что там своя история На крыше была вечеринка, можно сказать Концерт, музыка, танцы Но самое классное, это, наверное, вид, который открывался этого здания И вообще вся атмосфера Но в тот момент, когда я была на крыше, у меня были такие мысли И я понимаю, блин, это так классно, это так классно Но когда тебе не с кем разделить вот эту всю эмоцию Всю эту крутизну, ты понимаешь, что это теряет какой-то смысл То есть если раньше я была готова путешествовать одна И мне хотелось только для себя все делать То сейчас порой я понимаю, что когда ты счастлив, хочется это счастье с кем-то разделить Вот, поэтому, наверное, становятся видеоблогерами люди Потому что не с кем делить счастье Ну что, друзья, мой последний день в Барселоне И провожу я его в гордом одиночестве Но я ни капли не жалею, потому что я очень люблю путешествовать одна Сейчас я езжу просто на автобусе Вот эта волшебная карта позволяет мне ездить бесплатно на вот этом автобусе Заходить практически во все достопримечательности Барселоны И вот он парк Гуэль Похоже на пряничные домики такие Сказали, что, в принципе, здесь можно просто погулять Также там есть домик, в котором жил Гауди Который он прожил там около 20 лет Думаю, что мы дойдем до него Вообще, я хочу перекусить, я съела Энжедед А еще там мне не хватило Потому что после испанской пищи Мой желудок, видимо, расширился И ему нужно больше, больше еды Поэтому попробуем найти там что-нибудь Finally, I'm here Я здесь, и мне удалось попасть прямо внутрь Попробую сейчас войти посмотреть Потому что мне сказали, что я не могу это пропустить Потому что здесь очень красиво внутри Вау Я не пожалела, что сюда пришла Очень красиво В общем, как всегда, я нахожу людей С которыми можно сделать фото Просто девушка фотографировалась на таймере Это как-то говорю Зачем ты фотографируешь на таймер? Ну, типа по-английски, да? Мы же можем друг друга сфотографировать И мы наделали очень много крутых фоточек Когда ты действительно отдаешь Ну, искренне хочешь сделать хорошее фото Другому человеку То это круто И если у него получится, он будет счастлив Вот так вот и прошла моя поездка в Барселону Еще раз хотел бы передать огромное спасибо Каталонскому отделу по туризму Который помог мне Показал мне Барселону с такой стороны И который все организовал Также хотела передать огромное слово благодарности Саше Из Юлы В моей партнерской программе Юла Благодаря им состоялась моя поездка Я очень-очень довольна Получила вдохновение Ну, несколько недель вперед Надеюсь, что вам понравилось Вы погрузились полностью в мое путешествие Спасибо, что вы остаетесь со мной Не забывайте подписываться на мой канал Дальше будет больше Обещаю, будет лучше Будет график видео Это я вам могу точно сказать Оставайтесь позитивными Креативными И помните, что все, что не делается Все к лучшему И если у вас сейчас какой-то плохой момент в жизни Вы думаете, что нет, блин, это все очень плохо Возможно, именно благодаря этому моменту Вы окажетесь в той точке, в которой вам надо быть Все, хватит мотивации Лайк, подписка, колокольчик, комментарий Всех люблю Инстаграм, кстати, подписывайтесь на мой инстаграм Там много чего интересного Всех люблю, целую и пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!